Всем привет, дамы и господа, други и подруги. С вами Господин. И прежде чем мы перейдём к основной теме этого видео, хочется рассказать небольшую предысторию. Просыпаюсь я, значит, вчера, получается, с утречка. У меня выходной день, я выспался, никуда идти не нужно. Можно заниматься фигнёй весь день. Разве что вечерком стрим планировал запустить, но до этого у меня ещё куча свободного времени. По старой доброй традиции, только открыв глаза, хватаюсь за телефон, захожу вконтактик, потом в ютубчик, чтобы посмотреть, как там вообще продвигаются просмотры на моём последнем видео на тему Мертва ли ТФ2. Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите. И что я вижу, когда читаю комменты? Человек мне один пишет, вышла обнова в ТФ2. Думаю, что? Не, не может этого быть, чувак, походу, вредит, не знаю, может, у него с головой что-то не то, или ему приснилось, может быть, он тоже, как я, недавно встал с просонью, и не такое может померещиться. Думаю, ну ладно, пацан фигню несёт. Листаю комменты ниже, там кому-то что-то отвечаю, и, собственно, вижу ещё один коммент по поводу обновы. Потом ещё один. А потом, когда стал ещё ниже листать, увидел ещё несколько, думал, не, ну, по-любому, значит, что-то вышло в ТФ2. Надо срочно включать комп и посмотреть вообще, что это там такое. Ну, захожу я, значит, в ТФ, вроде как ничего особенного не вижу, разве что кейс добавили какой-то там, ну, это не особо для меня интересно. И думаю, ну ладно, зайду на сайт тогда официальной ТФки и там посмотрю, что пишут, что там вообще есть. Захожу на сайт, и первое, что бросается в глаза, это действительно внушительный список изменений. Естественно, вначале я ничего не понял, потому что английский я не знаю, но благо существует гугл-переводчик, он меня спас, перевёл мне всю страницу, и, о да, я смог ознакомиться со списком новшеств. Вы знаете, какие-то непонятные чувства охватили меня на тот момент, а связано это с тем, что я как раз накануне выпустил видео на тему о немертва ли ТФ2, где я как раз-таки задавался вопросами на эту тему и рассуждал о тех косяках, которые есть на данный момент в игре. И на следующий день, на следующий же день появляется обновление, где исправляют часть этих косяков. Это как минимум иронично и очень забавно. Лично меня это как-то удивило, поразило и повеселило, в конце концов. Так как на ютубе существует уже как минимум один хороший обзор на эту обнову, то в этом видео вы увидите не обзор, а именно впечатление от обновы. А раз уж это впечатление, то я могу осветить только те вопросы и те новшества, которые заинтересовали и зацепили именно меня. То, что как-то мне показалось неинтересным или, возможно, неактуальным для меня, то я упомяну вскользь или вовсе упоминать не буду. В любом случае, список полных изменений вы можете прочитать по ссылке в описании под этим видео, или же посмотреть у Писмейкера, там он очень хорошо рассказывает про данное обновление. Первое и, наверное, одно из самых главных изменений данного апдейта коснулось соревновательного режима. Так как я никогда не играл, не играю и вряд ли стану играть в этот режим, то я не стану судить о том, насколько прикольно это обновление, насколько круто то, что изменили систему рангов. Вообще все мы знаем, что соревновательный режим давно нуждался в каких-то апдейтах и новшествах, потому что он пустовал, не пользовался спросом, никто не хотел в него играть, и, возможно, после этого обновления что-то поменяется. В любом случае, будем надеяться, что именно так оно и случится. Ну, а сейчас двинемся дальше. Что мне понравилось, так это улучшенная система подбора игроков, благодаря которой удастся создавать более сбалансированные матчи, и мы с вами, наконец-таки, будем наслаждаться напряженной игрой, которую все так долго ждали и хотели. Команды будут сбалансированы, в принципе, за 2 часа мне удалось играть, может быть, где-то 6-7 матчей, и вопросов практически не возникало. Команды мне показались одинаковые по силе, что в моей команде, что в команде противников были схожие ранги, и, надеюсь, то, что ничего не изменится, все так же будет хорошо. У меня по-прежнему есть замечание к поиску игр, когда вот вы находитесь в пати с друзьями в казу-режиме. Зашли, значит, несколько человек ко мне в мою группу. Первое замечание заключается в том, что по-прежнему не пофиксили этот баг, что зайти могут только 4 человека, а не 5. То есть, по идее, 6 слотов там у нас подразумевается, в которых должен сидеть человек. А получается то, что 5 слотов заняты, 1 свободный, и опять этот баг все еще не пофиксили. Не знаю, зачем он так долго существует, почему его не могут исправить. Надеюсь, то, что в будущем пофиксят. А второе замечание, которое я хочу сделать, это то, что мы долго искали. Ну, реально, 10 или 15 минут мы сидели в пятером. Поставил я, в общем, новые мапы, которые были добавлены. Кстати, добавили все мапы в режиме захват флага. Не очень популярный режим. Не знаю, зачем добавили там эти мапы. Но все же, возможно, кому-то будет интересно. Лишними они точно не будут. Так вот, ждали мы 10-15 минут. В итоге дождались, да, попали мы на Савмил. Там было достаточно скучно и уныло. Люди не понимали, что нужно делать. Все по привычке, как в режиме Царь Гари, бежали в центр мапы захватывать точку, которой там нет и которую не нужно захватывать. Нужно было захватывать разведданные. И, собственно, долго до этого никто додуматься не мог. Но потом все-таки мы смогли захватить трое разведданных и закончить этот матч. Следующее изменение я считаю очень нужным. И замечательно, что нам его наконец-таки предоставили. Коснулось оно огнеметов. Всех абсолютно. Теперь больные сумасшедшие пироманы-шизофреники, которые бегают и жгут все вокруг своей оси, будут наносить намного меньше урона. Потому что сейчас, чтобы нанести максимальный урон, нужно целиться именно в свою мишень, в своего врага. И тогда вы намного быстрее его убьете. Точнее, скорость будет такая же, как и раньше, но меткость ваша должна быть значительно выше. То бишь, случайные частицы огня наносят меньше урона. Раз уж говорим о поджигателе, то расскажу и про изменения в его оружках. Изменили газ, он стал послабее в МВМе. Ну, вообще-то он был имбой до сего момента. Сейчас это все понерфили, слава тебе, господи. Также изменили ярус дракона. Теперь радиус его шара стал на четверть меньше. Плюс, чтобы получить увеличенный урон от попадания, нужно стрелять именно в центр вашего противника. Только тогда урон увеличится на 300%, как гласят свойства данного оружия. И последнее, мое любимое изменение для поджигателя коснулось огня топора. К моему счастью, убрали медленную скорость доставания этого оружия и сделали только медленную скорость его зачехления. Это отличный баф, но и это еще не все. За убийство горящего врага за счет мини-крита вы получаете ускорение. И, кстати, такая теперь фишка, что если вы бьете горящего врага этим топором, но при этом не убиваете его, то он получает мини-крит и погасает. Также изменены были некоторые другие оружки, но это не особо меня заинтересовало, потому что с ними я не бегаю, поэтому и останавливаться на них не стану. Единственное, что хочу упомянуть, это небольшое новшество короткого замыкания. Никогда не бегал с этим оружием, не понимал его прикола, но когда увидел то, что оно может чекать шпионов и вот эта вот сфера наносит дамаг по окружающим людям, я сначала подумал то, что это какая-то имба, то есть можно стрелять куда-то вообще не в человека и все равно наносить ему урон. Но потом, когда сам затестил на ботах это оружие, я все-таки заметил то, что 65 металла снимается, это очень немаленький показатель, дамаг у этого оружия слабый, и поэтому оно не слишком-то и эффективное, как мне показалось. Также в игре произошло довольно-таки много фиксов, мелких каких-то незначительных деталей, которые я упоминать не стану. Все это вы можете прочитать в описании под этим видео, там ссылочка указана, как я уже говорил. Поэтому, кому интересно, заглядывайте, изучайте. Ну а сейчас давайте посмотрим на шапки и на предметы, которые были введены в данном обновлении. Как ни странно, каждый апдейт нам приносит что-то новое в качестве вещей. И на этот раз их было добавлено 19 штук. Среди всех этих шмоток мне понравилось всего несколько. Это мультиклассовые бшмачки, потом куртка на солдата, на хэвика и на шпиона. Это выглядит достаточно неплохо, и, в принципе, вы можете все это видеть сейчас на экране. Ну и сегодня, впервые в своей жизни, я решил сделать какую-то глупость, какую не совершал, наверное, никогда. Буду сейчас творить то, что вам не советую повторять. Никогда, никогда, никогда. Если вы, конечно, не мега богач. В общем, я хочу открыть несколько кейсов новых. Да-да, не удивляйтесь. У меня почему-то резко возникло такое желание. И давайте просто молча посмотрим, насколько это невыгодная затея. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, что комментарии тут излишни. Эти кейсы меня огорчили, но я хочу как-то поднять настроение хотя бы вам. Поэтому, ребята, заходите в мою группу ВКонтакте, и я решил, что разыграю вот эти вот три вещицы, которые выбил из этих кейсов. Передать я их смогу через семь дней. Я от вас не прошу ничего, кроме репоста этой записи. Вы даже, если не хотите, можете не вступать в мою группу ВКонтакте. Просто сделайте репост и всё. Через неделю, когда я смогу передать эти вещи, я совершу розыгрыш в группе, и три случайных победителя получат эти вещички. Всё честно, как бы, приложение рандомайзера всё решит, и расставит все точки над «и». Надеюсь, хоть кто-то порадуется. Подводя итог, скажу то, что это обновление для меня было очень-очень внезапным, и, в принципе, хорошо, что оно вышло. Оно не масштабное, ничего сверхъестественного в нём мы не увидели. Снова шапки, снова фиксы. Хорошо, что хоть пофиксили то, что давно всех напрягало. Это баланс, который сделали лучше. Пиромана немножечко понёрфили. Это тоже хорошо и очень-очень кстати. Также некоторые изменения оружия меня тоже обрадовали. Что касается изменённого соревновательного режима, тут ничего сказать особо не могу, потому что я в него не играю. Тут уже вы сами пишите своё мнение в комментах. Ставьте лайк, если вам нравятся видосы ПТФ, подписывайтесь и не забывайте писать свои впечатления по поводу данного обновления. С вами был Господин, увидимся в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!